63-летняя пациентка частной клиники 1 плюс 1 в Берске скончалась прямо на приеме у врача. Ей поставили блокаду, но во время введения препарата ей стало резко плохо. Все это время в коридоре ее ожидала дочь, но свою маму она живых уже не увидела. Сейчас Валентина добивается проведения объективного расследования. По факту произошедшей трагедии, возбуждено уголовное дело. Моя мама наблюдалась там по состоянию межпозвонковой грыжи. Это было лечение неврологии. Это было наше третье посещение у нейрохирурга Мелидии Евстафия Георгиевича. Я привезла ее на блокаду, довела ее до процедурного кабинета. Ее встретил там врач, двери закрылись, маме поставили укол. Я слышала ее вскрик, поняла, что что-то пошло не так, ко мне выбежала медсестра. В возбужденном состоянии сказала, сколько ей лет, сколько ей лет, я сказала 63 года. Вот они начали вызывать скорую. То есть никакой реанимации у них там не было, ничего. После этого, считаю, конечно, чудовищным и бесчеловечным, когда меня пригласил в свой кабинет нейрохирург Мелидия Евстафий Георгиевич, он произнес только три фразы, извините, это в моей практике, впервые я сам в шоке. Вот, я буквально по стенке, так скажем, вышла из этого кабинета, села там же в коридоре, где я ждала маму. И что самое, повторюсь, бесчеловечное и циничное, ко мне даже никто не подошел из медсестер, просто не предложили какой-то элементарной помощи. Не знаю, кровололы там, что-то такое. Я 30 минут сидела в этом коридоре, все занимались своими рутинными делами, все занимались приемом. Меня не пустили к маме, они закрыли кабинет, вот, и все разбежались, врач тоже продолжил прием. Приехала полиция, мне необходимо было подписать какие-то документы, и все, и там, как символично, так скажем, напротив этой клиники находится похоронный дом. Она работала шеф-поваром, работала поваром, ну, так скажем, проф-такая деформация, периодически возникали межпозвонковые грыжи, то есть, ну, лечили также уколы, медикаменты, что самое интересное, мама пошутила перед последним входом в данный процедурный кабинет. Она сказала, что, по-моему, вы ставите надо мной какие-то эксперименты, Евстафь Георгиевич. Вот, на что он ответил, нет, нет, это моя личная разработка. За пять блокад я вас поставлю на ноги, Людмила Николаевна. Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, выполнение работы для оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств смерти женщины. Расследование уголовного дела продолжается. Нам с моим доверителем представляется, что в данном случае была картина анафилактического шока. Следовательно, необходимо было оперативные и сжатые сроки проводить терапию, связанную с противоаллергическим вмешательством. Я полагаю, что в данном случае должна будет назначена экспертиза по установлению причинно-следственной связи. И причем, я думаю, что мы будем настаивать на том, чтобы экспертиза по причинно-следственной связи проводилась не только в отношении самой манипуляции, но и в отношении последующего бездействия медицинского персонала. Крепитесь, верьте в Бога. Вот буквально час назад я с Ним ознакомилась. До этого, то есть, ну, я говорю, никаких моментов, даже просто так же по-человечески принести какие-то соболезнования, что-то, никаких попыток абсолютно не было. Продолжение следует...